топливная система дизельного мотора 178f как много в этом слове печали сегодня расскажу я чем мне лично она не понравилась я вредный конечно мне угодить сложно мне собственно и топливная система тяжелого мотоблока не очень нравилась я ее доделывал но система этого мотора меня просто в бешенство привела но все по порядку начнем сначала бак на 2 и 7 литра это откровенно мало лично для меня может для кого-то это и много но я в среднем сжигаю за сезон хороший день по 5 по 6 литров за день не его мало он тут такой манюсенький в угоду компактности этого двигателя я хочу больше допустим на генераторных установках с таким же мотором бак на 15 литра устанавливает генератор работает по много часов у него бак большой а тут бака хватает на 3-4 часа интенсивной работы с нагрузкой никто не мешает собой взять канистру солярки на запас но мне лично хочется бак побольше идем дальше сеточка заливной горловины полезная вещь и она есть тут однозначно можно поставить плюс фильтр топливный о нем будем говорить отдельно кран топливный очень хороший экран намного лучше чем на тяжелых мотоблоках и тут просто один большой жирный плюс топливный насос высокого давления о его недостатках я уже рассказывал было несколько видео но в целом вполне себе нормальный насос если бы не его толкатель который без ролика то был бы просто очень хороший насос а так толкатель немножко подвел металлическая трубка высокого давления она и в африке значит трубка рассказывать не о чем а в конце стоит форсунка форсунка это ахиллесова пята этого мотора это при том ахиллесова пята левой ноги очень много брака на ней топливной системе часто относят систему впуска и систему выпуска система впуска если вкратце то фильтр стоит воздушный инерционно-масляный он не лучше чем на тяжелом мотоблоке а может даже и лучше наверное скорее всего даже лучше потому что фильтровальной сетки больше значит лучше очистка воздуха сапун выведен во внутрь мотора это конечно дело вкуса как по мне то это дело не очень хорошее об этом видео тоже были ссылки внизу я оставлю смотрите кому интересно система выпуска глушитель вот глушитель мне реально понравился здоровенный собака такой бы глушитель да попробовать поставить на тяжелый мотоблок он бы наверно тихо тихо работал красивый большой вместительный но не понравилось мне на нем выходное колено колено это явно завуженные с крутым поворотом на 90 градусов возможно приличный кусок такой мощности это колено откусило от двигателя было когда-то видео у меня про чистку глушителя и про 10 грамм сажи которые там вычистил после которой мотор явно прибавил в мощности ссылку тоже внизу оставлю в общем вот то колено глушителя вообще мне не нравится какой-то она подозрительный как я сказал ахиллесовая пята левой ноги это форсунка как ее лечить видео будет позже подписывайтесь чтобы не пропустить ахиллесовая пята правой ноги это значит топливный фильтр непосредственно порочное детище конструктора в угоду компактности получили большую проблему в этом моторе с этим фильтр фильтр значит представляет собой бумажный патрон который заменяется и вроде все хорошо но не все так оно радостно любой дизель в силу того что топливная аппаратура вещь очень изящная и легкоранимая такая очень нежная должен иметь минимум две защиты топливной аппаратуры от попадания воды и от попадания механических частиц или абразива хотите так и назовите как значит обстоит тут в этом моторе дело с водой все не так и плохо как кажется почти все неплохо согласно инструкции в мотор надо заливать отстоянное топливо которое уже не имеет ни механических примесей ни воды оно отстоялось но инструкция дело хорошее читать их нужно но хотите вы того или не хотите вода в топливе с по ряду причин будет всегда без вариантов и ее нужно ловить как она ловится в этом двигатель топливный фильтр имеет металлическую закраину вода тяжелее топлива и садится соответственно на дно бака а это закраинка не дает осевшей воде перетечь в топливный насос высокого давления отстоявшаяся вода сливается соответственно через специальную пробку в баке и когда двигатель стоит стационарно и это все очень хорошо работает но когда двигатель стоит на мотоблоке то эта система вообще не работает потому что мотор постоянно наклоняется трепыхается дребезжит бегает из со стороны в сторону и вода в баке бултыхается и соответственно неизбежно хотите вы не хотите попадает топливный насос высокого давления а фильтра от стойника здесь нет и зря его конечно здесь нет второе механические примеси фильтр их ловит но ловит очень по глупому когда солярка в баке фильтр покрывает полностью то фильтр работает и фильтрует полностью всей площадью фильтровальной бумаги когда соляра опустится в процессе работы до половины допустим то уже половина бумаги будет гулять без толку а на нижнюю половину вся нагрузка а когда еще меньше опустится соляра допустим до 10 процент высоты фильтр то фильтр будет работать только на 10 процентов и пропускной способности бумаги фильтрующей может не хватить и мотор потеряет мощность а хозяин в бак посмотрел соляра есть а ехать мотор не хочет долил соляры мотор поехал чудеса да и только ну и соответственно фильтр в нижней части забьется раньше чем верхней такая вот конструкция зато очень компактно кроме того какой бы хозяин не был аккуратный и сколько был не отстаивал солярку и не чистил ее если она допустим идеально чисто это собственно и фильтром не нужно было бы но знаете ли раз в год и палка стреляет и есть такой шанс что фильтр порвется и грязь пойдет мимо фильтра вместе с неочищенной соляркой в таком случае на хороших системах на правильных всех топливных системах есть защита от дурака то есть вторая ступень очистки предохранительная которая спасает топливную систему от мусора на хороших системах значит должно быть минимум две ступени очистки лучше три тут только одна но если не считать соответственно заправочной сеточки в баке поэтому шансы убить топливную аппаратуру есть очень довольно неплохие с чем собственно всех и поздравляю я лично считаю что это есть не очень хорошо и довольно таки опрометчиво поэтому я на этом моторе после ремонта систему переделал сделай ее так как она сделана у меня на тракторе на моем у меня плунжеры уже семь лет и он идеальный просто просто в идеальном состоянии распылитель я поменял только через шесть лет как плунжер я проверял чтобы узнать что он идеальный видео у меня было ссылку я оставлю внизу кому надо тот пусть смотрит а как я переделал топливную систему этого мотора покажу в следующем видео подписывайтесь чтобы не пропустить а заодно собственно и сохраните свой кошелек от лишних трат на покупку дорогой топливной аппаратуры она штука такая не очень дешевая